В Козловском районе подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Улучшается социальная сфера, увеличились темпы роста промышленности, сельского хозяйства. Приоритеты перед властями района расставил глава региона Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Это как раз развитие малого и среднего бизнеса. Молодцы, если на рынке так держите свой бизнес. Многие предприятия Козловки свою продукцию реализуют не только в республике, но и за ее пределами. Малому и среднему бизнесу в районе дают зеленый свет. Предприниматели отмечают, что для инвесторов в муниципалитете создали благоприятную среду. Сейчас в городе на Волге развивается и рыбный промысел. К примеру, в этом племенном хозяйстве разводят карпов, толстолобиков и белого амура. Если бы мы начали почти с нуля, 4 года назад, сейчас уже на 140 тысяч товарный посадочный. Ну вот в этом году планируем уже на 200 тысяч. Где-то на 500 тонн воды через 3 выйдем. Да. Видим, что спрос сейчас великий на рыбу. Благодаря инвесторам в муниципалитете реанимировали и работу комбината автофургонов. Предприятие наращивает мощности и осваивает новые рынки. Всего же в прошлом году бизнесмены района реализовали 6 инвестиционных проектов. Создано более 50 рабочих мест. Перед нами стоит дополнительная задача найти стимулы для привлечения бизнеса на территорию района. С каждым инвестором необходимо работать персонально и обеспечить полную поддержку и сопровождение каждого инвестиционного проекта, планируемого или реализуемого в районе. Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за счет средств всех источников финансирования в 2017 году составил 288 миллионов рублей. Доля собственных доходов в районном бюджете увеличилась, но остаются и резервы. Долги по аренде за земли и муниципальные имущества превышают 400 тысяч. Половина суммы за предприятие «Агрый инвест». Глава региона призвал администрировать работу с нечестными на руку предпринимателями. Местные власти продолжают наводить порядок и в жилищно-коммунальном хозяйстве. За развитие ЖКХ теперь отвечает муниципальное предприятие. В Козловке продолжается ремонт поликлиники и лечебного корпуса. В сфере медицины необходимо решить и проблему с кадрами. Мотивация для специалистов программа «Земский доктор». Молодой специалист, одноразово, безвозмездно, 500 тысяч рублей. Очень хорошая мотивация. Мы планируем, что в этом году к нам придут 5 врачей, и мы можем трудоустроить, и 5 фельдшеров на фельдшерские пункты. Но кроме того, у нас имеются еще 7 целевиков, которые мы по целевому направлению обучаем. Глава региона отметил, что у муниципалитета большой потенциал, и его необходимо использовать. Инициативы жителей в правительстве региона готовы поддержать. Реально, даже мы дополнительные средства при уточнении бюджета будем выделять. Если вы готовы, надо поднять просто людей. По управлению общественными финансами мы находимся на достойном уровне. Есть соответствующие институты, которые оценку делают. Мы свои обязательства перед районом выполняли и будем выполнять. Перспективы района обсудили и на рабочей встрече. В этом году в муниципалитете продолжат ремонтировать дороги и дома культуры на селе. Намечено строительство двух новых ФАПов. Еще одна задача для властей – развитие туризма. Чтобы привлечь гостей из других регионов, необходимо улучшать сервис и проложить интересные маршруты. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.